Спасибо огромное, мы продолжаем. И сейчас у нас в эфире программа «Жилищный вопрос». И сегодня в выпуске мы поговорим о новой государственной программе доступного жилья «Квартиры под 3% годовых». Забегая вперед, скажу, что эта программа была разработана государством специально для молодых семей, которые не могут себе позволить купить дорогое жилье. И вот сегодня у нас в гостях молодой человек, который некоторое время уже живет вот в такой доступной квартире. И наверняка просто благодарен от всей души за это государство. Давайте поаплодируем нашему гостю. Где вы там? Вот, ах, вот вы. Здравствуйте, вот вы какой, да? Здравствуйте. Что вы там стоите? Что вы боитесь? Не бойтесь. Это вы... Ну что ж, для начала представьтесь, как вас зовут. Вы вообще разговариваете, извините. Мы же с вами договаривались. Вы придете, расскажете про свою квартиру. Как вас зовут, говорю. Вас, вас, вас. Не меня, вас. Как зовут вас? Вас Сесилий! Сесилий вас зовут? Вас Сесилий! Вас Сесилий! Идите сюда, Сесилий. Итак, для начала расскажите... Вас Сесилий! Да, я понял, понял, Сесилий. Вас Сесилий зовут? У нас Сесилий. Хорошо. Для начала расскажите, где же располагается ваша замечательная квартира? В каком районе? В районе кладбища! Непонятно. Какого кладбища? Большого кладбища! Что-то непонятно. Давайте уточним. Какая инфраструктура находится вокруг вашего дома? Что? Ну, что вокруг дома вашего? Кладбище! Вокруг дома большое кладбище! Да что, у вас квартира в центре кладбища, что ли? Не в центре! С-с-с, с краю! В центре дорого! Так, не пойму. Сторона у вас какая? Что? Ну, окна куда выходят? Нет окон! Как нет? Это же плохо! Это хорошо! Там кладбище! Вода есть в доме? Есть! Горячая, холодная? Что? Ну, с какого крана течет? С какого крана? С неба! Это вообще не пойму. Кто за стройщики у вас? Ну, договор вы читали? Читали их имена? Я каждый день хожу и читаю их имена! Так, а ну вспоминайте, что там еще было. Что? Ну там, условия договора, сроки, даты. Даты! Даты! Я помню все их даты! Так, подождите, успокойтесь. Давайте начнем с самого начала, да? Да, давайте! Вот заехали вы в квартиру эту, да? Что вы приобрели в первую очередь? Дробовик! Там кладбище! Я понимаю, что там кладбище, дробовик, зачем? Что случилось, что ли? Там воют! Воют? Да, там каждую ночь кто-то воет! Воет! Может, это привидения какие-нибудь? Вы не опасались, что... Опасался! Страшно! Кладбище! Я понял уже, ну страшно, хорошо. Но есть же, наверное, какие-то плюсы свои. Какие? Воздух у вас там чистый, не загазованный. Да, 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 снаружи чистый, внутри загазованный. Почему? Страшно! Ну ладно, ну допустим, у вас просто, наверное, в квартире сыро, уныло, серо, как-то мрачно. Да. Может, вам просто добавить какой-то яркости, я не знаю. Может, у вас не хватает цветов? Да там хватает цветов! Паркинг есть? Есть! Подземный? Не дай бог! Вы спортом занимаетесь? Занимаюсь я! Каким? Я бегаю! Как бегаете? Быстро! А еще чем занимаетесь? Я еще прыгаю! То есть у вас получается бег с преградами, что ли? Бег с оградами! Получается! Так, а ну а вечером, допустим, вы чем занимаетесь? Куда-то ходите? Ходим в туалет! Я имею ввиду на улицу! На улицу ходим и сразу в туалет! Да я понял, ну да, но может вам и, не знаю, с женой расслабиться, сходить в оперу, послушать музыку, ну не каждый день же вы музыку слушаете! Каждый день! Мы каждый день заслушаем музыку там! Кошмар! Слушайте, вы это знаете, вы извините, вы мужественный человек! Вам надо поставить памятник! Не надо! Я в хорошем смысле этого слова, вот вам крест! Это не надо крест мне! Куда вы пошли? Я за кулису! Да все там будем! Пошел ты!